Для Натальи Сахон куфор был настоящей находкой. Ровно до момента первой продажи. Попытка найти новых хозяев для старой мебели привела женщину прямиком к мошенникам. В Вайбер ей прислали ссылку для реквизитов карты. На вид реальный сайт с логотипом. На деле очередная махинация. С кредитки в миг улетели свыше 200 рублей. Задавали вопросы, которые даже у меня в мысли не подразумевала, что это на самом деле мошенники. Спросили, в каком состоянии вещь. Я ответила, что вещь в хорошем состоянии. Спросили, стоит ли она столько, сколько вы указали. Как итог, потраченные нервы, потерянные деньги и остывший след. Спустя время женщину пытались обмануть тем же способом. В этот раз она была готова и пригрозила мошенникам милиции. Горький опыт спас продавца от повторных убытков. Однако многие попадают на уловки неоднократно и без сомнений предоставляют реквизиты банковских карт. Адрес оригинального и поддельного сайта может отличаться всего на одну букву. Сама страница идентична официальной. Заметить разницу практически невозможно. Главное правило – не переходить ни по каким сомнительным ссылкам. Помимо сайтов бесплатных объявлений, все еще актуальны звонки от сотрудников банка. В частности, Вайбер и Ватсап. Нужно понимать, связь через мессенджеры – не метод официальных представителей. Плюс изменения на счетах обрабатывает компьютер. Банкиры не будут просить оформить кредит, настаивать на предоставлении личных данных, номера паспорта, реквизитов карт и кодов из СМС-сообщений. Между тем, подвоха стоит ожидать от кого угодно. К нам обратился мужчина, 63-х лет, который заявил о том, что у него похитили сумму 2500 рублей. В ходе проведения оперативно-разных мероприятий мы установили, что хищение денежных средств совершил его коллега по работе. Он сфотографировал банковскую карточку, привязал ее к своему мобильному телефону и оплачивал товары в играх и букмекерских конторах. Самые уязвимые белорусы – рабочие от 30 до 50. Причем 60% пострадавших – женщины, в частности, декретницы. С начала года в Бобруйске зарегистрировано больше 300 киберпреступлений. Подозреваемые установлены только по 46 делам. Карина Гуревич, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.